Ячмень. Жили были старик и старуха. Они были очень бедны. Однажды старуха сказала мужу, «Если ты посадишь ячмень, может быть, когда-нибудь он нам пригодится». Тогда старик посадил на своей земле немного ячменя, но вскоре заболел и умер. Ячмень вырос. Однажды старуха увидела, что коза ест ячмень. «Эй, коза, уходи, не ешь ячмень», — сказала она. Коза ответила, «Я уколю рогами твой живот, и твой живот порвётся». Старушка расстроилась и заплакала. Когда проходила мимо собаки, старуха рассказала историю собаки. Собака тоже подошла к козе. «Эй, коза, уходи, ячмень не ешь», — сказал он. Коза опять ответила, «Я уколю рогами твой живот, и твой живот порвётся». Собака тоже вернулась после козлиных слов. Потом старушка встретила такую же старуху, как она. «Эй, подруга, что ты делаешь?» — она спросила. «Коза ест мой ячмень», — грустно ответила она. Старушка тоже подошла к козе. «Эй, коза, уходи, не ешь ячмень», — сказала она. «Я уколю тебя рогами в живот, и у тебя брюхо порвётся». И ей сказала коза. После этого она убежала. Старуха встретила по дороге пчелу. Она рассказала пчеле, что случилось, и попросила её о помощи. Пчела подошла к козе и даже слова не сказала, а только ужалила. Тогда коза вскочила и убежала. Старуха обранывалась и собрала ячмень. «Дорогие грецы, вы внимательно слушали рассказы. Теперь ответьте на вопрос. Один из них. Что за животное, паза?» «Топомот». «Дорогие грецы, уходи, не ешь ячмень».